привет мои хорошие расскажу вам про мой девятый трип я выходил с 15 грамм мухомора мамы это делал я кстати использовал просто у нее сок у нее самодельный сок который знаете от покупной такой густой который варится вот я просто взял этот сок грушевый густой был такой там где-то треть наверное литра было с мухомором развел вкус мухомора конечно сок испортил но все-таки с кефиром не нравится больше но это просто была какая-то густая смесь чтобы таким образом использовать сам мухомор потому что у него кому-то нравится мне не нравится вот он мне не вкусный но вообще как бы вкус сухих грибов не очень люблю запах вот заранее как бы не заранее всех всех благодарю за помощь финансовую ребята спасибо вам любовь вам посылаю всем свою и сердечки кто ставит вообще ребята вас также благодарю люблю и спасибо всем за комментарии хейтеры я вас тоже люблю поэтому ребятам всех люблю сейчас вот я после трипода я очень всех люблю у меня трипода закончился 12 часов назад ну как бы интенсив такой даже меньше 12 ну да мне это 4 часа утра отпустила прошло 6 8 часов и короче вошел я в трип где-то без 15 9 вечера и я пытался запустить стрим на ю тубе через телефон почему-то youtube меня блокирует через телефон то есть я могу запустить стрим через комп а через телефон не получается что-то блокирует я не знаю что я как бы в этом не разбирался что-то мне не хочется в этом ковыряться пытался запустить стрим через телегу он запустился но чё-то я там меня колбасило уже так нахлобучивала и ум отключается тот момент и очень тяжело разобраться в механике да в механике подключения он у меня включился конечно этот стрим четыре часа был просто включен телефон где-то лежал до на кухне вот ну тебе на самом деле насрать ты как бы хочешь поделиться но очень тяжело вот эти вот действия механические сделать особенно когда надо подключить ум а там уже включается эти остается чисто механические движения где надо произвести какое-то интеллектуальное действие тяжело включаться вот и я маме говорю мама задавай любые вопросы то есть ответы есть на все абсолютно ответ он такой приходит такой у тебя есть какой-то выливается она например про медицину спросила про дочь и дочь у меня старшая она хочет медиком то есть мирослава пойдет этого института поступит или все что-то я ответил что медицина будет упрощена будут новые технологии медицине медицина как таковая быть не нужно и но сейчас везде будут новые технологии то есть уже видели сейчас и беспилотники камаза он гоняют грузовые и беспилотники такси и так далее то есть это все будет развиваться то есть больше послушайте павла 2 дмитриева кстати он об этом рассказывать что 90 процентов профессии просто отвалится и это действительно так будет вот потому что вот и 90 процентов отвалится всех профессий они будут отваливаться и это нужно ну такое такая степень развития да ну посмотрим что будет не важно что будет вот и меня накрыло раз заканчиваются вопросы и у меня у самого кстати не было вопросов то есть если бы я сформулировал какой-то какие-то вопросы еще что-то блин надо конкретно идти допустим с каким-то вопросом или просто переживать от состояния я просто стал переживать это состояние и я погружил погрузился потому что мне нужно проводить людей я погрузился в момент проведения людей и меня взяло прям кинула в веер в определенный момент где-то часов ну где-то с 9 там с какие-то часов до до 12 мне кидалов в веер веер этих пространств и времен как вот у меня с братом было до 8 3 меня то я тоже прожил все эти состояния которым пережили с братом еще углубился дальше все я это разом увидел и потом меня кинуло в мое будущее расскажу про будущее будущее не существует отдельно и не существует отдельно прошлого и не существует отдельно настоящее то есть настоящее будущее прошлое это как от один шарик и не существует этого отдельно оно есть всегда и разом. Поэтому говорят, у богов нет времени. Его не существует, потому что это все разом, одновременно, в одном и той же точке. И я все это разом, как говорится, видел, и меня кинуло в так называемое будущее. Ну, это просто как одно из реальностей. В будущее проводить, ну, где-то людей проводить. И самое, что интересное, вначале меня кидануло как с братом, то есть я пережил многие-многие опыты. И потом меня кинуло в будущее, где буду проводить людей. И там я увидел такой момент, что допустим, проводил человека, но я не осознавал ну как, то есть мне еще не дошло осознание того, что я цепляюсь за какие-то социальные рамки. То есть я не хочу человека, допустим, как-то социально обидеть или еще что-то. и в этот момент меня в петлю кидают. То есть я прожил этот момент, допустим, ну, я всем рекомендую три дня, три дня я прожил, меня кидают еще в один момент. Прям точно такой же. Я понимаю, что меня кинуло в тот же самый момент, значит я чего-то не понял. И когда я понимаю, что это социальная рамка, которой, допустим, я не хочу обидеть человека, да, это социальная рамка, когда ты понимаешь, до тебя доходит это, это как эврика, это как взрыв в голове, ты понимаешь, что эту рамку надо устранить социальную. И когда ты эту рамку у себя внутри в голове устраняешь, у тебя происходит вот этот вот эврика, и ты начинаешь, то есть у тебя заканчивается, то есть тебе перестают это кольцо кидать, кольцо повторения реальности определенных времен. У тебя раз такое, то есть осознание, то есть ты сам осознал себя, и тебя перестают кидать, и мне открылось еще одно мое предназначение. Оно важное, но это мое личное, то есть я об этом распространяться не буду. первое, это мое предназначение, это целитель, проводить людей, целитель душ, то есть, например, что я делаю по видео, например, да, это тоже целительство душ, таким образом, то есть это в нашем мире, это вот так вот может быть, то есть я людям показываю, рассказываю свой опыт, что-то показываю, люди приходят к каким-то решениям, приходят к каким-то действиям через меня, и это и есть таким вот образом, допустим, целительство, да, ну и не только так, там много моментов, и самое, что интересное, то, что у вас может быть несколько моментов твоего, как бы, предназначения, то есть у меня два предназначения, пока что я два увидел, может быть, там их больше, да, там их много, намного больше, но это предназначение конкретное связано вот именно с этим материальным миром, прям, даже с некоторыми действиями в этом мире, вот, и поэтому я не буду об этом распространяться, потому что это касается лично меня, ну как бы, лично меня, это иллюзия, да, она касается всех, но я буду говорить, что это лично меня касается, чтобы, дабы, не нарушить спокойствие умов, так будем говорить, и я что, еще увидел, что у меня появилась такая возможность, фильм Люси, кто не смотрел, посмотрите внимательно, обязательно, и там в момент, когда она уже в кресле там сидит, в самом конце фильма, да, она перематывает время, у меня была такая возможность, когда я вижу уже результат того, что мне покажут, я просто беру, так вот, как в телефоне, раз, так, время, время, так сузил, чтобы она быстрее прокручивалась, или просто так прокручивал, то есть, я мог туда прокрутить, мог туда прокрутить, как в фильме Люси, вот, и по сути, я управлял, я управлял временем, но, ты управляешь не временем, а ты управляешь просто реальностью, просмотра, все, что существует одновременно, потому что время существует одновременно во все стороны, и назад, и вперед, и ты просматриваешь, и туда, и сюда, я просто мог это вот тут уже сделать, вот, и я понимаю, что следующие трипы, они глубже еще пойдут, и там уже не управление временем, что-то другое будет, вот, то есть, каждый раз тебе все то, что-то открывается, открывается новое, и я вот просто уже просто так вот, перелистывал время, и я мог, вот, момент вот эти, которые мне показывают в будущем, да, я их туда-сюда, туда-сюда, насколько они реальны, вот эти моменты, да, насколько реален я, допустим, потому что эти моменты мои, и я есть этот момент, и мне показалось, что у тебя есть выбор, у тебя есть выбор, этот момент, именно потому что я включил вот эту социальную рамку, и меня начали на второй круг отправили, проживание этого момента, и у тебя есть выбор включить или не включить социальную рамку, ты можешь ее включить, но ты просрешь момент, и не поможешь человеку, на самом деле, потому что помощь, это отключение социальных рамок, для тебя, для человека тоже в определенный момент, потому что социальные рамки, они нас ограничивают очень сильно, для чего нужны социальные рамки, чтобы с одной стороны, можно подумать, что, как брат сказал, чтобы не было хаоса, но хаос, это ему ум так ответил, это не чтобы было хаосом, потому что когда ты отключишь социальные рамки, и ты будешь осознанной, ты будешь любовью, там хаос невозможен, там есть только любовь, только осознанность, в осознанности нет хаоса, в любви тоже ее нету, и для чего нужны рамки, и рамки это просто управление системой, потому что если система не будет управляться, то люди будут делать, что хотят, вот так вот, что ты решил делать, что ты хочешь, нифига себе, поэтому вот так это все выглядит, и вот этот у меня трип, он был вообще мощное погружение с 15 грамм, потому что с каждым разом мне все меньше и меньше надо будет для погружения меньше грамм, потом в определенный момент, как у меня трип был без мухомора, в определенный момент эти трипы у меня все меньше, меньше будут с мухомором, и я потом в это состояние вольюсь без мухомора, то есть он у меня просто станет это состояние, начнет существовать это состояние в постоянном присутствии, в этом, но у меня и так сейчас постоянное присутствие, но оно немножко не такое глубокое, то есть мне нужно за каким-то принятием решения, которое мне не касается в этой жизни, допустим, мне нужно за ним опускаться более глубоко, как бы в подсознание, чтобы его оттуда достать, для принятия решения еще что-то, не моих решений на самом деле, потому что обычные решения, жизненные, которые мне касаются, они не такие, то есть они все как бы на поверхности, вот, что-то касается будущего, еще что-то, это надо глубже чуть-чуть погружаться, потому что я еще не так погружен в это состояние, оно бывает тут состояние присутствия, когда без грибов было, и когда с мухомором вот это состояние, я чувствую, что это состояние на меня находит, то есть оно такое накатывает, накатывает периодически, но еще пока нет полностью, и вот так вот, короче, что еще сказать, все вроде еще, еще добавлю интересного, всем спасибо, всем, это вот мой девятый трип, всем, всех благодарю, за, можно сказать, прослушивание, видосов не будет, потому что я ничего не писал, вот, будут короткие видосики, там, что-то записывал, еще в трипе был, вставлять ничего не буду, всех, ребята, всех, люблю, всем спасибо за ваши комментарии, лайки, и особо за вашу финансовую помощь, очень вам благодарен, поэтому, ребята, всех люблю, всем посылаю свою любовь, всем пока, радико.